Коммерсант ФМ. Радио новостей. 21 час 2 минуты в Москве. В студии Пётр Косенко и Олег Богданов подводят финансовые итоги сегодняшнего дня. День сегодня оказался очень интенсивным и разнообразным с точки зрения различных заявлений и с точки зрения качества информации макроэкономической, которых было достаточно много. Уже в азиатскую сессию появились первые неплохие данные из Китая. Это данные по активности в промышленности. Индекс ПМИ оказался лучше прогноза. Ну и, собственно, это поддержало валюты маржин маркетс. Они стабилизировались. Надо сказать, что в течение всего дня, но до открытия американской сессии, доллар набирал обороты. Индекс доллара подрастал до уровня 93,04, где-то на 6,7%. Он рос с точки зрения того, что происходило в Европе. Там информация макроэкономическая была самая различная. Не очень хорошие розничные продажи выходили из Германии. Были аналогичные данные хуже ожиданий из Испании. Но промзаказы очень неплохие в Германии. 10% рост. Вышли данные по безработице. Инфляция чуть повыше. На 0,1% она поднялась. И безработица 9,1% в еврозоне. В общем, евро снижался. И интенсивное снижение прибавили комментарии, которые агентство Reuters озвучило. Комментарии людей, приближенных к Европейскому центральному банку. Они считают, что если евро будет дальше расти, то сильный евро будет очень сильно вредить европейской экономике. И европейский ЦБ может отложить сворачивание программы количественного смягчения из-за роста евро. Евро моментально ушел вниз, где-то на 1,1820 курс упал. Но уже в американскую торговую сессию, там были другие данные, данные американские. Они показали низкую инфляцию. Это статистика по расходам и доходам персональным. Инфляционный показатель на 1,1% снизился, проценты 4,1%. Хотя расходы и доходы, в общем-то, неплохие вышли. И еще одна цифра, это данные по контрактам на вторичном рынке недвижимости. Они снизились на 0,8%. Это, собственно говоря, хуже ожиданий. Но главное, Стивен Мнючин или Манюшин... Мнучин, мы его называем. Мнучин, ну, Манюшин его называют. Очень Манюшин. На финансовом рынке. Вот он, кстати, российские корни имеет, советские корни имеет, одесские. И вот он сказал, что с точки зрения торговли, американцам выгоднее было бы иметь доллар послабее. И это обратную реакцию произвело. Евро фактически восстановился до тех уровней, которые мы наблюдали вчера. 1,1893 сейчас. Фунт даже вот сейчас на максимальных уровнях 1,2918. И иена вот на уровне 110 балансирует к данной минуте. Любопытное заявление. Любопытная такая словесная борьба. Словесная дуэль между ЕЦБ и секретарем казначейства американским. Но вот с точки зрения ЕЦБ тут ссылка на рейтерс. Вот последнее время, как и на ней, ссылаются все время на источники, близкие к Европейскому центральному банку. И вбрасывают подобную информацию. Это уже второй раз, кстати. В ЕЦБ пока представители, руководители ЕЦБ по этому поводу молчат. Для нас что? Да, мы эту тему будем обсуждать. Для нас что интересно? Это, конечно, рост цен на нефть. 3% сейчас. Ну, здесь добыча опек упала в августе. Где-то на 200 тысяч баррелей по разным оценкам. И вот это вызвало рост бурных цен на нефть. На 3% они выросли. 52,36 сейчас стоит фьючерс. И это помогло российскому рублю уйти к уровню 58. 58,03 к данной минуте. Пара доллар-рубль, евро-рубль 69 ровно. Сегодня были данные по золотовалетному резерву. Они у нас продолжают расти. 420,5 миллиарда долларов. И сегодня ЦБ опубликовал данные по инфляции трендовый отчет. Они считают, что трендная инфляция у нас упала до исторически минимального значения в 9,5%. Обычная показатель инфляционный ниже 4% по итогам августа находится. Но дефляционный месяц оказался для российской экономики. Но возвращаясь к Европейскому центральному банку. Вот здесь по поводу того, говорят они это на самом деле, не говорят. Очень много разных мнений. Но во всяком случае, агент Рейтерс информацию эту публикует со ссылкой на источники. Итак, что будет делать ЕЦБ? На эту тему рассуждает главный аналитик компании GlobalFX Сергей Мельников. Марио Драги сам загнал себя в ситуацию, которая теперь его не устраивает. 100% сейчас он не будет выключать полностью программу количественного смягчения. А инфляция только-только еле-еле дополгла до 1,5%. В таких условиях не стоит этого делать. Это очень большой риск. Поэтому либо Марио Драги будет проводить юрбальные интервенции, либо, соответственно, он будет надеяться на свою коллегу, на Джанет Елен. Потому что в сентябре сейчас у нас будет два заседания и Европейского центрального банка, и ФРС. И если Джанет Елен даст хороший, правильный намек рынку на то, как ФРС будет действовать, тогда это достаточно сильно укрепит доллар. Соответственно, Марио Драги отделается тогда легким испугом. Ему даже не нужно будет ничего говорить. Потому что евро-доллар, мы понимаем, что это две странные медали. Пара может упасть и за счет ослабления евро, или за счет укрепления доллара. Сокращение программы стимулирования, выжесточение монетарной политики я не верю. Продолжаем обсуждать эту тему. У нас на связи управляющий активами компаний Zillstone Advisors Дмитрий Кулешов. Дмитрий Анатольевич, добрый вечер. Здравствуйте. Ну вот сегодня интересная идея в том смысле, что какая-то словесная борьба уже началась между представителями финансового ведомства США и европейским ЦБ, если верить, агентство Reuters. Что это значит? Вот опасения со стороны ЕЦБ по поводу сильного евро, а со стороны Мнучина желание ослабить доллар для улучшения торговых условий. Думается, что... Почему в один день, извините, Дмитрий, почему в один день они делают такие заявления? Ну, думается, что, конечно, в значительной степени это совпадение. То, что говорит и делает Драги, оно опирается на хорошую статистику и на неплохие результаты, с одной стороны, которые мыли в прошедшем. С другой стороны, ну, все-таки Центробанк, он локальную волатильность, курс валют не призван отслеживать. Главная его задача – обеспечить долгосрочную ценовую стабильность. А в этом смысле мы видим, что инфляционные данные, как в США, так и в Европе, они остаются такими не слишком оптимистичными с точки зрения рост состава. То есть они оптимистичными с точки зрения долгового рынка остаются. Поэтому, думается, вот это движение сильное, которое мы наблюдали выше 1,20, это было частью такой ликвидации финальной по ликвидации долларовых позиций. И тот резкий разворот, который мы увидели, он дает основание полагать, что 1,26 до конца года будет локальным максимумом. А, Дмитрий, давайте после небольшой паузы продолжим наш разговор. В ближайшие 20 минут суд счел реорганизацию Башнефти способом вывода активов. Так он обосновал решение взыскать с АФК-система 136 миллиардов по иску Роснефти. Какой сигнал получает бизнес? Об этом политический обозреватель Коммерсант ФМ через 10 минут. А прямо сейчас продолжим подведение финансовых итогов дня с Олегом Богдановым. Ну и мы обсуждаем сегодня динамику на глобальном рынке доллара и евро. У нас на связи управляющий активами компанией Тилстон Эдвайзер с Дмитрием Кулешов. Дмитрий, ну вот понимаете, с точки зрения ЕЦБ, давайте вернемся к ЕЦБ, потому что здесь четких заявлений со стороны представителей, руководящих личностей Европейского Центрального Банка не было. Это вот как, помните, недели три назад был такой же вброс от Рейтерс о том, что ЕЦБ опасается сильного роста евро. И сейчас аналогичная ситуация. То есть потом не было даже комментариев там про сильный евро со стороны ЕЦБ. Вот можно ли доверять вот этой информации, что все-таки обсуждают они укрепление евро и вред, который евро наносит европейской экономике? Ну, думаю, что сейчас основным фактором валютного рынка являются все-таки спекулятивные настроения в условиях кризиса, дефицита идей. И в целом есть златильность любые какие-то общения, любые слухи ведут к тому, что пара двигается. Все-таки сейчас именно, как мы уже обсуждали, было сильное бегство в пользу доллара. И сейчас все инвестбанки пересмотрели прогнозы на 1.300, 1.25 последовательные. И спекулянты ринулись евро. Какие-то идут слухи, разговоры. И тут же мы видим разворот. Поэтому, наверное, среднеизвестный курс, вот этот 1.20, сохранится на перспективу внешних месяцев. Другое дело, что в ближайшие пару месяцев, возможно, откат в сторону 1.15, если все-таки по еврозоне этот набор сюрпризов позитивных, которые мы видели, он начнет спадать. Все-таки главное, что сейчас удерживать евро на плаву, это очень хорошие данные по профициту внешнеторгового баланса. Общая динамика счета текущих операций остается позитивной. И все-таки объективно спрос на европейскую валюту сейчас обусловлен в стекулятивном устранении. А дифференциал ставок остается. Те самые почти 2%, которые наблюдаются в десятилетних облигациях, они будут мешать европейской валюте дальше России по отношению к доллару. Ну вот да, как только турбулентность успокаивается, какие-то вот эти вот скачки, которые, кстати, характерны в последнее время для американской торговой сессии. Почему-то вот перед открытием рынка или перед лондонским фиксингом всегда какие-то новые новости приходят такого порядка. Еще нельзя забывать, что сегодня конец у нас квартала, насколько я понял. Конечно, конечно. Но там опционный рынок влияет, дериватива. То есть мы тут должны анализ от анализа... Конец, извините, месяц, а не квартал. Квартал в конце сентября закончится. Ну вот да, конец месяца, но все равно. Сезон начинается осенний. Он всегда достаточно турбулентен для всех площадок. Вот эта турбулентность, если ее мы ждем или не ждем, но вот с чем она может быть связана, кроме Кореи? Трамп, что-то вот с лимитом госдолга, что еще может прийти на рынок? Общий такой, ввел текущий кризис политический США продолжит негативно влиять на доллар, но вряд ли способен двинуть пару на 5-10% от ближайшей перспективы. То, что реально сейчас может двинуть валютный рынок, это общая коррекция на рынке рисковых активов США. Все эти сюрпризы, все эти ожидания относительно осчетности, относительно в целом экономики, они сейчас начинают постепенно встречать, так сказать, отпор в виде жесткой реальности. И если мы будем наблюдать и дальше это явление, то доллар как раз будет находиться под давлением и будет наблюдаться положительная корреляция рисковых активов, в этом смысле, и американская валюта. То есть мы торгуем, и глобальный рынок торгует риск, да, степень риска. Риск меньше, доллар крепче, риск выше и уходит от доллара в иену, уходит от доллара в евро, да? В иену и евро, прежде всего. Да, евро, а вот евро здесь, это, видимо, опять же, связано с закрытием корритреда, который периодически возникает, так как дифференциал большой, да, между ставками. Ну, конечно, отрицательные ставки, посмотрите, корпоративный рынок, корпоративного долга, меньше пяти лет вы положительных ставок вообще не найдете, а в кэше вообще вас... В Европе, понимаете? В Европе, во франке, конечно. Дмитрий, ну, давайте, у нас немного времени осталось, все-таки про рубль надо тоже сказать. Вот 58, ровно сейчас, кстати, пара доллар-рубль. Вот мы уже с вами обсуждали, что риск сейчас отыгрывается по-другому, изменилось, так сказать, мнение игроков, изменилось их вообще позиционирование. Они во время роста рисков не избавляются от валюты emerging markets, что было раньше, вот, наверное, в первую очередь они это делали. Сейчас происходит что-то другое, да, избавляется от доллара. Ну, думается, что российский рубль, он сейчас как пациент в состоянии наркоза, когда идет операция там в отношении братства кольца, рубль, он... Это вы банки имеете в виду, второго ура, второго круга. Да, да, рубль, он ему не до этого просто, не до нефти, не до валютного рынка, просто он зажат в узком коридоре, потому что, конечно, то, что мы видели новости на этой неделе, они создают долгосрочное давление на российскую валюту. То, что предстоит, вероятнее всего, тоже... Это вы имеете в виду выкуп, да, или вот каким-то образом абсорбацию вот этих активов негативно, отрицательных, да, или которые... Ну, конечно, ну, по сути дела... ЦБ программ количественного смягчения фактически сделала, да, на триллион? Да, это своего рода мощнейшее количество смягчения, своего рода эмиссия, которая, причем, только думается, наверное, как на самом начале, потому что еще есть другие банки, и им тоже надо как-то чуть-чуть помогать. Поэтому тут этот фактор будет давить на рубль, но, скорее, в долгосрочной перспективе, а локально, конечно, нефтяной рынок, смотрим, нефть была очень слаба на падающем долларе, но сейчас при этом сильна на растущем долларе, то есть вот раскорреляция доллара и нефти многих вводит в тупик, и, собственно, она и наблюдается, и... Ну, сегодня скачок там просто из ураганов завода, да, завода нефтепрорабатывающая, плюс данные по ОПЕК, поэтому сегодня трехпроцентный скачок, и вроде из коридора, как собираются фьючерсы выйти. Ну, да, и при всем при том, мы видим сегодня спрос интереса иностранных инвесторов к российским активам, как к долговым, так и к акциям, и отдельные даже такие бумаги, как МТС, росли очень неплохо, то есть то, что считалось проблемным. Поэтому тут интересно, что Россия у многих банков стоит в покупке, и российский рубль у многих стоит в покупке, российские долговые бумаги стоят в покупке, поэтому тут вот интересно такое противоречие, с одной стороны, мрачных настроений и фундамента, а с другой стороны, перепродности и общего оптимизма относительно иностранных инвесторов. Спасибо большое, Дмитрий. Мы закончили обсуждать ситуацию на рынках. Итоги дня подводили мы с руководителем аналитической службы компании «Тилстон Эдвайзер». У нас на связи был Дмитрий Кулешов.